Не помню, вот появилась монетка 5 копеек 1850 года Санкт-Петербургского монетного двора Времен правления Николая I Орел 1851-1858 года образца Если более подробно Каталожный номер по битке на 407 По конросу 169-40 Буквы монетного РСПБПА Монетный двор Санкт-Петербургский Тираж 1 300 000 одна штука Вот такая точность Металл серебро Проба 868 по 1000 Масса 1 грамм Содержание химически чистого металла 0,9 грамма Диаметр 15 миллиметров На аверсе в середине герб Российской империи Внизу слева и справа от хвоста орла Инициалы минсмейстера ПА Это Павел Алексеев на тот момент был минсмейстером На реверсе На реверсе Вот эта сторона Вверху монеты корона Российской империи Ниже обозначение номинала 5 Под ним слово копеек Ниже две направленные в разные стороны фигурные черты И под ними год выпуска монеты 1850 И ниже обозначение монетного двора SPB Слева вдоль края монеты лавровая ветвь Справа дубовая Внизу ветви пересекаются и перевязаны лентой Гурт Боковая насечка Так скажем Такая монетка имеет место быть И как бы вот сегодня у нас 3 января И как бы к этому событию монетка 1850 года Как бы в самый раз Дело в том, что в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни Петрашевцев Вообще в истории литературы 19 века Так называемые дела Петрашевского Или Петрашевцев занимает видное место Не последнюю роль в этом играет то, что ни в одном из русских политических процессов Не участвовало столько литераторов и ученых Кроме самого Петрашевского Издававшего под псевдонином Кирилл Замечательный словарь иностранных слов Были замешаны писатели Достоевский, Плещеев, Пальм, Дуров, Толь Химик Львов, Гигинис, Ахшарумов Их участие свелось к тому, что они бывали на пятницах Петрашевской и были там переписаны как вольнодумцы Имеющие революционные взгляды и замыслы Хотя на самом деле многие таковыми и не являлись Их обвинили в распространении революционных идей Среди населения А также в попытке поселять зловредные начала либерализма В молодом поколении В итоге суд приговорил всех участников кружка к смертной казни Такой суровый приговор был мотивирован Исключительно преступными разговорами Вредными идеями Гнусным либерализмом Вот так вот за идею в то время могли запросто и казнить Но еще более кружок Петрашевского вошел в историю Из-за необыкновенного поразившего современников Обряда инсценировки приготовления к публичной казни Которым подвергались осужденные Не знавшие о том, что они помилованы И вот как раз 3 января 1850 года Из Петропавловской крепости После 8 месяцев заключения 20 членов антиправительственного кружка Михаила Петрашевского Были привезены на Петербургский Семеновский плац Где им был оглашен смертный приговор Среди приговоренных стоявших в погребальных саванах Ожидал смертной казни Федор Достоевский Инженер-поручик Еще начинающий, но уже известный писатель Приговор был оглашен Около 10 минут ожидания раскаяния Приговоренных успехом не увечались Была одна на команда к заряду В этот момент на плац ворвалась карета Из которой вышел офицер И объявил царское помилование всем Вот смертный приговор был заменен каторгой В частности Михаилу Петрашевскому Расстрел заменили каторгой без срока А Федору Достоевскому Четырехлетней каторгой С последующей отдачей в солдата А также он лишался всех прав и состояния Достоевскому было на ту пору всего-то 28 лет Вот такое у нас на сегодня событие Ну что же На этом, пожалуй, на сегодня все Спасибо за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!